Беспримерный патриотизм и решимость, проявленные сыновьями и дочерьми Азербайджана, во время Второй мировой войны, являются одним из факторов, приблизивших победу над фашизмом. С каждым днем становятся известными, все больше фактов героизма азербайджанцев, проявленного ими в годы Великой Отечественной войны. Одним из героев той войны, о котором стало известно только сегодня, является Мамед Гусейн Асадов, бывший в те годы сотрудником советской разведки, и одним из участников операции Тегеран-43. Из-за геополитического расположения Азербайджана, чекистам страны отводилась особая роль в региональных операциях разведки. Кем же был Мамед Гусейн Асадов? Когда Мамед Гусейну Асадову исполнилось 19 лет, он начал службу в одной из частей особого назначения Красной армии. После начала Великой Отечественной войны, главное разведуправление командировало Асадова в Иран, так как он отлично владел оперативной обстановкой, хорошо знал несколько иностранных языков, и располагал широкими разведывательными возможностями. В 1942-1947 годах Мамед Гусейн Асадов занимал пост руководителя торгпредства СССР в Иране. В тот период Иран был выбран в качестве наиболее подходящего места для переговоров Сталина, Черчилля и Рузвельта. Подготовка к конференции шла в условиях строжайшей секретности. Союзники не информировали об этом, в целях безопасности, даже иранскую сторону. Иран узнал о месте проведения конференции, за шесть дней до ее начала, то есть 22 ноября 1943 года. Ночью 24 ноября, член главного командования, начальник генштаба, маршал Советского Союза Александр Василевский прибыл во Старру, где его встретил Мамед Гусейн Асадов, после чего они вместе отправились в Иран. По указанию Сталина, основная цель приезда Василевского заключалась в проверке готовности к встрече лидеров антигитлеровской коалиции и контроля вопросов безопасности. Накануне Тегеранской конференции, Асадов получил информацию о подготовке немецкой разведкой, покушении на глав СССР, США и Великобритании. Он был в числе первых, кто не только получил информацию, но и активно участвовал в предотвращении покушения на Сталина, Черчилля и Рузвельта. За исключительную роль в проведении этой операции, Мамед Гусейн Асадов был награжден двумя орденами одновременно, Ленина и Красной Звезды. Впервые о попытке покушения рассказал широкой общественности 17 декабря 1943 года в ходе пресс-конференции президент США Рузвельт. Как показывают исторические исследования, эта тема оставалась закрытой вплоть до 25-летнего юбилея Тегеранской конференции. Вот что писал, в своих исследованиях историк и журналист, эксперт в области военной и внешней политики СССР 30-х-40-х годов Владимир Воронов. Руководители советской разведки, в том числе после войны, очень много стали говорить об этом заговоре. Всплыла версия участия группы 19-летнего, что уже удивительно, советского разведчика Георга Вартаняна в тегеранских событиях. Как и когда эта версия родилась. А появилась она в 1948 году, после того, как по распоряжению Лаврентия Берии, была опубликована серия изданий, в которых приводилась легенда о том, что усилиями подчиненных Берии, было предотвращено эпическое покушение на товарища Сталина. Все эти материалы были подготовлены, к предстоящему 70-летию Сталина. А потом, эта тема не поднималась до 1968 года, до 25-летнего юбилея тегеранской конференции. Что касается Вартаняна, то он сын агента АГП УОНКВД, агент низовой, рядовой, никакого отношения к серьезной агентурной сети в Иране не имевшей. Как они сами себя называли, летучая кавалерия. Это была, навербованная толпа армянских парней, которых можно было использовать, неважно, под своим или чужим флагом, не для серьезных операций, а для операций, типа набить морду, разгромить что-то, устроить легкую демонстративную слежку. Когда попадались они, не попадались те, кто их вел, то есть их реальные серьезные кураторы. И даже по доступным материалам видно, против кого была задействована эта летучая кавалерия. Все остальное, все эти регалии Вартаняна, это все заработано им десятилетиями позже, и никакого отношения к Тегерану он не имеет. Звание Героя Советского Союза он получил в 1984 году по представлению, оформленному еще во времена покойного уже, Юрия Андропова, когда КГБ позарез нужны были новые, свежие герои. Таким образом, даже если Вартанян и был разведчиком, и достиг чего-то через десятилетия, никакого отношения к Тегерану-43 он не имел. Так, отвечая на вопрос, награды вы получили за предотвращение убийства Сталина, Рузвельта, Черчилля в Тегеране в 1943 году? Он отвечал. Нет. За Тегеран я в 1943 году получил благодарственную телеграмму из Центра. А героя мне присвоили за все то, что мы с Гаар успели натворить до 1984 года, и по случаю моего шестидесятилетия. Не менее весомым фактом, опровергающим главенствующую роль Вартанянов в операции Тегеран-43, является список награжденных за обеспечение безопасности конференции. Вартанянов в этом списке нет и быть не могло. Сразу возникает вопрос, тогда кому и для чего нужно присваивать лавры Вартанянам, в то время как не упоминаются истинные герои Тегерана-43. К тому же в 1999 году, Вартанян на встрече руководителей органов спецслужб, которая проходила в Москве, сам признавал, что за все свои награды он благодарен азербайджанцам. Азербайджанский разведчик Мамед Гусей Насадов, имеет исключительные заслуги, в проведении операции Тегеран-43, и предотвращении покушения на глав антигитлеровской коалиции. История показывает, что рано или поздно все встает на свои места. Такова истина. Мы с гордостью можем чтить память, еще одного азербайджанского героя, прожившего честную и достойную жизнь. Продолжение следует...